Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к евреям первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор шестой главы этого послания. Здесь первоверховный апостол Павел убеждает евреев-христиан преуспевать в благочестие более, чем они делали это прежде, так как это является наилучшим способом предотвратить отступничество. Ведь не случайно тот же Павел относит ереси к делам плоти. В самой серьезной форме он представляет, как ужасные природы греха, отступничества и его последствия. Об этом с первого по восьмой стих шестой главы. Затем апостол выражает свою добрую надежду относительно них, что они пребывают в вере и святости, которым он их и призывает. И напоминает им о великом утешении, какое они имели от Бога, как для исполнения своего долга, так и для достижения блаженства. Об этом с девятого по двадцатый стих данной главы. Итак, первый отрывок с первого по восьмой стих. Здесь апостол Павел убеждает евреев-христиан преуспевать в благочестие. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Начатки учения – это те основы христианства, которые должен знать каждый христианин. И здесь апостол Павел, как бы обращаясь к ним, говорит, «Я уверен в вас, что вы все это уже знаете, и нет необходимости начинать ваше оглашение сначала». И вывод – поспешим к совершенству. То есть будем говорить о том, что представляет огромный интерес для вашего духовного роста. «И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел» – мертвыми делами он называет грехи – «и вере в Бога». То есть не надо приводить им доказательства бытия Божия, потому что они уже уверовали в Него и преисполнены надеждой и любовью к Нему. Далее апостол пишет, каких начатков веры не надо уже касаться. «Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Как мы здесь видим, о крещении говорится во множественном числе. «Учению о крещениях» имеется в виду, что христиане крестились не только водным крещением, но они стремились пережить крещение Духом Святым. Как Иоанн Креститель говорил о Христе, «я крещу вас в воде, а он будет крестить вас Духом Святым». Это то таинство миропомазания, которое мы имеем в церкви, когда после водного крещения, после этого таинства, совершается приобщение к благодати Духа Святаго. «О возложении рук» — это учение о том, что надо благословлять детей, надо благословлять больных, надо рукополагать дьяконов, пресвитеров и епископов, о воскресении мертвых и о суде вечном. Без этих знаний человека бы и не крестили. «И это сделаем, если Бог позволит». Здесь Он как бы говорит, но если вы что-то забыли, мы готовы вам это все напомнить. Четвертый стих и далее. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Здесь речь идет не о том, что человек впадет в какой-то грех и не сможет покаяться. Нет. Здесь речь идет о том, что люди могут отпасть от веры, то есть перестать быть христианами. Или они вернутся в иудаизм, или кто-то вернется в язычество, или к прежнему греховному образу жизни, только номинально относя себя к церкви. Прежде всего, конечно, речь идет об отпадении от истинной веры, когда человек пренебрегает таинствами церкви и так далее. И в такой ситуации как бы для него покаяние закрыто. И в нашем случае, если человек меняет веру, покидает православное христианство, он не может вернуться через покаяние. Он должен пройти специальный чин отречения, который так и называется – чин отречения. Далее апостол продолжает седьмого стиха и ниже. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Здесь апостол касается вопроса о том, что благодать Божия изливается, в общем-то, на все творение. И нету человека, о котором можно было бы сказать, что он совершенно безблагодатный. Дело в том, что действие, призывающие благодати, непрерывно касается всех людей. И не только христиан, но и еретиков, и иудеев, и мусульман, и буддистов, и язычников. Как и Христос сказал, что дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Но действие, призывающее благодать, и не есть спасительное действие, в том смысле, что оно нуждается в нашем согласии, в нашем ответе на этот призыв, и тогда начинает действовать освящающая благодать через таинство церкви и прежде всего через таинство крещения, а эта благодать уже спасительная. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Хотя апостол Павел и назвал крещенных евреев младенцами по вере, неспособными принимать твердые пищи, он сделал это лишь в укоризненном смысле, считая, что они все же будут в состоянии понять и совершеннейшее учение христианское». Вот здесь Владыка Аверкий обращает внимание на то, что христианин, он всегда остается учеником Иисуса Христа. Как апостол Павел писал в посланиях к Тимофею, «Когда не приду к тебе, занимайся чтением». И каждый из нас должен пребывать в состоянии ученичества и в сохранении ученичества. Конечно, среди нас могут быть второгодники, но при всем при этом мы всегда остаемся учениками Христа. И мы знаем, что когда Игнатия Богоносца уже везли на казнь, он писал в своих письмах, в своих посланиях, «я только становлюсь учеником». Это истолкование Владыки Аверки на первый стих. Теперь истолкование на шестой стих. Давайте опять прочитаем шестой стих. «И отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Здесь Павел говорит, что это уже как бы невозможно. И Владыка Аверки объясняет, «В этих словах ясно видно указание апостола на самый страшный грех, который назван самим Господом хулою на Духа Святаго. Это грех ожесточенной нераскаянности, упорного противления Богу, которым грешит дьявол, и с ним все остальные духи зла, а также и уподобляющиеся им в своем ожесточении, в своей злобе люди». Например, были книжники и фарисеи, которые как бы видя, не видели и слыша, не слышали чудес Христовых и его дивного возвышенного учения, и довели его до распятия, продолжая даже и над распятым ругаться. В вышеприведенных словах указываются черты, имеющие в виду людей, высоко поднявшихся по лестнице духовного совершенства. Для таких падения бывает особенно тяжким и обращение безнадежным. А Верки пошел еще дальше. Он говорит, что отпадшие, которых нельзя восстановить через покаяние, это не только отступники от веры, но это хулители Духа Святаго. То есть берется крайняя ситуация. Потому что хулана Духа Святаго предполагает, на чем, кстати, настаивал святитель Василий Великий, что человек понимает, что он делает. А если говорить об обычных грехах, конечно же, они восстанавливаются, покаяние. И смотрите, что мы читаем в Евангелии от Матфея, 18 глава, 21-22 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семи жды семидесяти раз». И отцы церкви так и говорили, если в течение дня человек упадет и семь раз, и больше, он может подняться и отправиться на исповедь. И ничто ему не возбраняет это сделать. Но другое дело хулана Духа Святаго, когда человек уже не верит в Божье прощение или отпадение от истинной религии, когда человек уже не прибегает к спасительным средствам этой религии. Далее апостол выражает свою добрую надежду относительно них, что они пребывают в вере и святости, которым он их и призывает, и напоминает им о великом утешении, какое они имели от Бога, как для исполнения своего долга по закону, так и для достижения блаженства по Евангелию. Об этом с 9 по 20 стих. Еврейский народ, он действительно прошел как бы через два формата отношений с Богом. Под сенью закона и в свете благодати, Христовое явление. Как и евангелист Иоанн Богослов пишет, «Закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа». И все это относится к истории этого народа. И мы читаем с 9 стиха и ниже. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так». Здесь он немножко хочет смягчить то, что он сказал выше, потому что нельзя людей держать все время в каком-то напряжении, это опасно для самих этих людей. Далее. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Здесь имеется в виду усердие палестинских евреев в поддержке апостолов Иисуса Христа. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». То есть, если мы когда-то служили святым, то для нас очень важно не прекращать этого служения. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря «истинно благословляю, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Здесь апостол Павел обращает внимание на то, что описывается в книге «Бытия», когда действительно Бог поклялся сам собою, что Он не оставит этот народ. И хотя народ в некотором смысле оказался неверен, но Бог остается верен по отношению к нему, ибо любой завет заключается между двумя сторонами участников завета, и со своей стороны Бог продолжает заботиться об этом народе, который мог погибнуть уже много раз, но удивительным образом Он сохраняется Божьим долготерпением и милосердием. И далее 15 стих. «Итак Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». То есть, если клянуться чем-то серьезным, то спор прекращается. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование непреложной своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Здесь апостол Павел пишет о том, что если Бог поклялся сам собою, что не оставит этот народ, а это послание именно к евреям, то это вдохновляет огромную надежду в сердца евреев-христиан и даже нехристиан, которые уверены, что со своей стороны Бог не изменит этой клятвы, потому что невозможно Богу солгать, ибо Бог есть истина. «Которая для души есть как бы якорь», вот эта надежда на такие слова Бога, «которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую зазавесу». Внутреннейшая завеса – это дебир, святая святых, куда входил только первосвященник и только один раз в год в праздник Иоанн-Кипур. Но такая надежда, что Бог не изменит своей клятвы по поводу этого народа, ведь он клялся самим собою, она позволяет им как бы заглянуть во внутренний мир Бога, и каждый как бы как первосвященник созерцает святая святых. Далее. «Куда», то есть во святая святых, но уже речь идет о небесном дебире, о небесном святая святых, «Куда притечию за нас вошел Иисус». То есть, когда Он вознесся на небо и воссел одесной Бога Отца, Он вошел во святая святых небесного престола, «Куда притечий за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхоседека». Если Христос сделался первосвященником навек, то, наверное, не надо ругать нашего священно-началия, если чем-то они нас смущают. В любом случае мы имеем вернейшего первосвященника во век, служение которого не прекратится. Это Господь наш Иисус Христос. Он наш первосвященник, то есть верховный архиерей. Архимандрит Иоаннуарий Ивлеев пишет, объясняет 20 стих, «Куда притечию за нас вошел Иисус, сделавшись парасвященником навек по чину Мельхоседека». И снова мы видим древний прообраз, Иерусалимский храм, который, как приходящая тень, отброшенный в глубины прошлого вечным храмом небесным. В святая святых земного храма, то есть в присутствие Бога, мог войти лишь один человек, первосвященник, и даже он только один раз в году. Ныне же, вознесенный на небо, Иисус Христос, как вечный первосвященник, раз и навсегда вошел за завесу тайны в божественное присутствие на небесах. Так он, Христос, стал нашим предтечию, нашим первопроходцем, открывшим нам цель нашего существования и проложившим путь к этой цели всем следующим по его стопам верующим христианам». Конец цитаты. Итак, Христос, который возносится на небеса и входит во святая святых Бога Отца и садится, одеснуя славы Бога Отца, в себе самом, Он и нас посаждает, одеснуя Бога Отца, как апостол Павел пишет, что во Христе Иисусе вы уже посажены на небесах, одеснуя Бога Отца. И архимандрит Иануарий обращает внимание на то, что Христос таким образом показал, что ожидает нас. Ведь апостол Петр пишет о Христе, что Он оставил для нас пример, чтобы мы шли по стопам Его. И каждый из нас тоже переживет воскресение и переживет вознесение, если сохранит чистоту дара веры. Итак, отцы, братья и сестры, сегодня мы сделали обзор шестой главы послания к евреям первоверховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Также мы, работающие на библейском портале, и спрашиваем ваших молитв за то служение Слова, которое мы здесь совершаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова